Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном, как всегда, плагиат, и добро пожаловать в третью часть обзора карт Альтеракской долины. Если вдруг не видели первые два обзора карт, то переходите по подсказке, там будет и первый, и второй. Карты с каждым разом все интереснее, новые механики, новые карты героев, все очень прикольно, некоторые карты вообще намекают на контроль мету. Например, в прошлом видосе мы рассматривали Эпик на война, и сразу же переходите, посмотрите, там реально очень интересно. В этом же ролике мы с вами немножко посмеемся, потому что слив от итальянского издания той самой легендарной карты на Шамана оказался полной правдой, и нам остается гадать только лишь, насколько же острофовали это самое итальянское издание, но это далеко не единственное удивление, которое нас ожидает в этом обзоре. Если этот обзор карт вам понравится и окажется полезным, то поддержите ролик лайком, поддержите ролик комментарием. В комментариях, конечно же, делитесь своим мнением по поводу карт, но уже после просмотра. Что ж, а с микрофоном, как всегда, плагиат, и мы с вами начинаем. И моментально врываемся с ноги с новой нейтральной легендарной картой, это Локолар, Владыка Льда, Локолар, Мото Мото Лайкс Ю. Сука, извините. 10 маны 8-8, новый нейтральный элементаль, насиск низ со 100 ветра стоит на 5 единиц маны меньше, если у вашего героя осталось не более 15 единиц здоровья. То есть это идеальный элементаль для того, чтобы ответить на любую сверхагрессию со стороны оппонента. И Локолар отлично подойдет как для чернокнижников, которые любят заниматься самым бичеванием, так и для воинов, потому что когда вам сносят хп, вы не хилитесь, вы стакаете броню, и можно очень хорошо подсетапить ваше хп, чтобы осталось ровно 15, и оттуда только броню получать, чтобы Локолар стоил ровно 5 маны. Ну и, конечно же, вообще эта карта идеально подойдет для любых контроль комбо колод, которые будут страдать от агрессии, от агрессии страдать контроль колоды будут всегда и везде. Ну или это поменяется с новым дополнением, узнаем уже 7 декабря. Собственно, Локолар это такая машина, к сожалению, у которой отсутствует похищение жизни, что сделало бы Локолара просто самой лучшей картой в ладере, наверное. Нейтральной легендаркой так точно в современном формате стандартном прямо сейчас. Также здесь отсутствует провокация, но стоит понимать, что Локолар здесь используется как моментальный ответ на агрессию, то есть вы выставляете его, у него есть насиск, то есть он моментально может размениваться, у него есть неисусто ветра, он разменивает сразу два существа, то есть работает он очень даже ничего, выходит на пятую ману, если вас, ну, очень сильно будут душить, но здесь, конечно же, встает конкретный вопрос, какой вид колоды вас будет душить. Если вас будет душить токен друид, то, к сожалению, так как здесь нет провокации, это не особо поможет. Да, вы разменяете два каких-нибудь древние, как я люблю приводить это в пример, но остальные пять вам неплохо так снесут лицо и вообще не ощутят вашего этого Локолара и его выход точно. Если вы будете играть против какого-нибудь там агрессивного охотника, да, он повыставляет вам каких-нибудь люторогов, вы люторогов затрейдите, но затем охотнику эти 15 единиц здоровья останется добить исключительно какими-нибудь заклинаниями. Поэтому тут тоже как-то не очень выгодно получается. Поэтому Локолар, конечно, выглядит сейчас очень даже ничего, то есть хороший такой ответ на агрессию, мы прекрасно поняли концепт этой карты, с какой целью разработчики ввели эту карту в игру, ну, еще не ввели, но, понятное дело, она появится. Однако, насколько хорошо Локолар пишется в мету, с учетом этих двух ключевых слов, которые не то чтобы являются защитными, это уже конкретный вопрос. Заиграет он или нет? Ну, я ставлю, что в Воинах может быть и да, потому что, ну, он прям очень хороший. Ты за Биг Война, даже если его из колоды просто так достанешь, да, без всяких вот 15 единиц здоровья, то это просто туша 8-8 с насиском и низ со 100 метра. Очень даже ничего, очень круто. В Биг Колоды, думаю, вообще с удовольствием шикарно пойдет, а как ответка для любых контроль колод против агрессии, ну, здесь остаются некоторые вопросы. Следующая нейтральная карта, и это эпический наемник Мрачного Тотема. Карта, которая просто харкнула в лицо Черной Горе, а именно Черноруку. Три маны, четыре-два эпическая, и боевые кличи уничтожают легендарное существо противника. То есть, ну, короче говоря, если что, был такой чел, был, да сплыл, и уже точно никогда не всплывет, уже ни в каком формате. Рент Чернорук, не помню, по-моему, 7 маны стоил, и у него был ровно такой же эффект, только он требовал от вас именно еще сверху наличие дракона в руке, и плюс Рент Чернорук был легендарным. Ну, он как бы и сейчас есть, но, знаете, уже не надо, он уже не нужен. Наемник Мрачного Тотема, это эпическая карта, поэтому можно положить сразу две копии такой карты себе в колоду. Эффект активируется моментально, ни от чего не зависит, вам не нужно иметь никакого дракона в руке, чтобы выбранное легендарное существо уничтожить. Все очень плохо, все очень грустно, но, конечно же, есть один конкретный вопрос касательно использования этой карты. Заведите, кстати, статы ровно как у Биг Гейм Хантера, да, тут три маны 4-2, очень прикольная такая отсылочка, думаю, что они не особо долго думали над статами, выглядит это неплохо. Пауэркрип невероятный, да, легендарка, которая требует дракона, эпик, который ничего не требует, причем еще и стоит три маны вместо семи. Но есть одно но. Прямо сейчас из-за колод, которые используют именно легендарных существ, которые выходят на стол и не делают что-то моментально, то есть ни боевым кличем, ни каким-то другим эффектом, колод практически нет, то есть такой деки, которая выставила бы легендарную карту и вам нужно было срочно ее контролить, ну, честно говоря, нет. Поэтому наемник мрачного тотема, хоть эффект крутой, пауэркрип невероятный, прямо сейчас наверняка не станет картой номер один. Функциональная карта, конечно, это неплохая, но не думаю, что у нее будет очень широкий потенциал, очень широкое использование, применение, если только с введением нового дополнения люди не начнут играть огромное количество вот этих самых легендарок, которых ты прям в виде существа выставляешь и вот ждешь, вот ждешь, оно там скейлится, как грул какой-нибудь или просто является прям очень опасным таргетом ранним или в середине игры, или в позднем, неважно. Короче говоря, нужна очень весомая причина для того, чтобы один слот из 30 карт в вашей колоде занимала именно вот такая вот функциональная карта, которая имеет очень узкую сферу применения, именно легендарных существ уничтожения. Существ будет так же мало, как в нынешней мете, то наемник мрачного тотема карта будет абсолютно бесполезная. Ну а так, конечно же, невероятный пауэркрип, просто, просто очень жалко Рэнда Чернорука, очень жалко. И последняя новая нейтральная карта, это Назойливая Чародейка, эпическое существо, 5 маны, 3-4, боевой клич наносит одну из урона всем прочим существам. Если существо погибает, эффект повторяется. Прекрасно, прекрасно. Осквернение Чернокнижника, которое было введено с рыцарями Единого Трона, заклинание за 2 маны редкое. А теперь приобрело вот такой вот облик Назойливой Чародейки, это общая эпическая карта. Существо стоит, конечно же, не 2 маны, а 5. На стады вообще внимания не обращаем, потому что, само собой, нам важен именно эффект. Как какая-то хорошая зачистка для любой абсолютно колоды, выглядит, конечно, прикольно. Но она очень дорогая, зачисток у колод своих классовых и так достаточно, в виде заклинаний, даже не в виде существ. То есть Назойливая Чародейка, это, конечно, хорошее введение, но, как по мне, этот эпик является довольно-таки филерным. Для каких-то крутых комбинаций наверняка он прикольно подойдет. Возможно, в какие-то тяжелые контроль колоды, функциональные карты против агрессии тоже будет смотреться неплохо. Но в остальном, для любых колод, которые прямо сейчас имеют какой-то контроль потенциал, Назойливая Чародейка просто не нужна. Поэтому спасибо большое, что оскорбнение теперь есть для всех-всех классов в стандартном формате, но, наверное, эта штука не будет иметь такую широкую сферу применения, как может показаться с первого взгляда. Слушай, переходим к невероятно крутым картам Чернокнижника, и это новое легендарное заклинание Филактерия Тамсин. За 4 маны раскапывает ваше существо с предсмертным хрипом, погибшее в этом матче. Ваше существо получает его предсмертный хрип. Хочу подметить одну важную деталь. Когда вы будете Филактерию использовать, предсмертный хрип получит именно существа на столе. Все. Также хочу моментально отметить для тех, кто сейчас просто у кого трусики промокли, и он подумал, что ну все, сейчас я с кабанчиками сделаю комбу, сейчас вот будет тир-1 кабанчик Чернокнижник. Нет. Именно кабан должен погибнуть. Именно кабан. Кабан. Кабан, понимаешь? Не существо, которое получило предсмертный хрип кабана, а именно кабан. Я так утверждаю, как будто я уже поиграл с новыми картами, но по идее именно кабаны должны помирать, чтобы дать вам этот самый меч. Но в остальном, если мы посмотрим на нового героя легендарного, что кем тоже является там син для Чернокнижника, мы это сделаем чуть-чуть совсем попозже, потому что эту карту тоже показали, Филактерия выглядит очень жестко именно для Зушки. То есть вы берете какой-нибудь хороший предсмертный хрип дешевого существа. Хорошие предсмертные хрипы дешевого существа, классовые, не классовые, они существуют сейчас, и наверняка их еще сверху добавят, и Зушку просто будет не остановить. Я всегда обожаю просто как-то подогревать свою аудиторию на испытания Зушки, потому что всегда для Зушки какие-то плюс-минус картонки добавляют, и я всегда говорю, что вот сейчас в новом месте Зушка будет побеждать, сейчас будет побеждать, сейчас будет побеждать. Первое время побеждает, потом ее контрят, и в итоге остаемся ни с чем. Но в этот раз намеки, ну, слишком уж жирные. Филактерия хорошая карта, я думаю, что в Зушку может без проблем зайти, хорошая мана кривая. На четвертый ход усилить стол, который вы расставите с предсмертных хрипов, например, той же тройки обычной, которая сейчас есть, которая дает плюс один, плюс один всему столу, да, дать вот эти предсмертные хрипы. Это очень неплохо, и вообще предсмертный хрип как механика очень противный. Сразу же, скажем так, делает ваш стол более липким, неприятным в разменах, и это может очень, прям, очень даже сильно забустить Зушку, ее темп на столе, и, соответственно, ее пауэр-левел в ладере. И, собственно, вот сейчас вот мы переходим с вами как раз-таки к лечу ужаса Тамсин. Страшно, конечно, что она такая, но разработчики сейчас следуют именно истории, которые они повествуют. Если что, там в книге героев мне рассказали, Карель, сестра Карель Роума, убивает Тамсин Роум, да, это жестко. В общем, 6 маны, боевой клич наносит 3 дни с урона всем существам. Неприятно, понимаю, если вы на Зушке играете, то неприятно свой стол уничтожать. Вы замешиваете в колоду 3 разлома и берете 3 карты. И обилка, которую вы получаете, она за 2 маны позволяет вам не получать демэдж, во-первых, да, за 2 маны вы замешиваете разлом в вашу колоду и берете карту. Если что, карта разлома, это заклинание за 3 маны, она, но не коллекционная, и при взятии этой самой карты вы призываете жуткого беса 3-3. Он, естественно, демон. То есть, вот это вот реальная жесткая тема. То есть, вы на 6-й ход ставите за чернокнижника, за Зушку. Во-первых, вы чистите стол вашего оппонента, если вы не смогли совладать с его темпом. Например, того же самого пиротвара, токен друида, любую колоду там шамана. Выбирайте, кто может поконтестить, попробовать поконтестить ваш стол, вы сразу же это сносите. Коммент немного, но с учетом того, что у вас еще в теории будет там стол, который вы сможете подогнать под размен хороший, или ваш оппонент уже разменял и там существо обитое, это очень даже ничего. Потом вы замешиваете 3 карты вот этих вот самых бесов и берете сразу же моментально 3 карты. Это очень круто. И затем, конечно же, не стоит забывать про то, что у вас теперь обилка не отнимает ваше хп, вы просто замешиваете беса и добираете карту забесплатно. Ну, имею в виду, что хп не тратите. И это тоже жестко. Для Зушки особенно, потому что Зушка раньше рисковала хп, да, вы жертвуете вашим здоровьем, причем в нефиговых таких количествах, особенно в Пейнзлоке, для того, чтобы выдавить максимальный темп. Сейчас это не нужно. И плюс вы еще замешиваете 3-3 беса, который, ну, в принципе, ничем не мешает. То есть вы когда эту карту достаете, она потом сверху еще... Потом после этого вы добираете еще одну карту. Это всегда так работает с этими картонками. То есть, вау, это очень круто. Темп, который Тамсин будет навязывать после шестого хода, невероятно сильный. Эти самые замешиваемые бесы, они тоже крутые. 3-3 статы, это очень даже ничего. То есть здесь я прям уверен в том, что Зушка будет очень интересный экспириенс, скажем так, давать пилотирующим их игрокам в ближайшем дополнении. И я прям сначала посмотрел, подумал мусор, а потом такой пересмотрел свой взгляд, вспомнил про то, насколько сейчас даже хорошо Зушка играет. И с дополнением вот этих вот новых карт Зушка может вернуться, сможет, возможно, вернуться в свой заслуженный тир 1. Если что, заслуженный, я говорю именно потому, что Зулок это, испокон веков, самая сложная агро-темпа-колода, если что. Так что не бульте. Если вас победили на Зушке, не надо булить. Там чел старался, честно. Еще одна карта на чернокнижника, которую продемонстрировали, это Пустотелое Поганище. Это еще один путь, это 5 маны, 2-8. Боевой клич наносит 1 единицу урона всем существам противника. И если этого, этой 1 единицы урона хватает для уничтожения какого-то существа, при помощи почетной победы он получает атаку этого самого существа. Прикольный путь, ты выставляешь его, у него 8 хп, за 5 маны это очень даже ничего. И плюс, если ты хорошо подсетапишь стол, то он еще получит неплохо так атаки и за 5 маны ты сможешь поставить того же самого Мясного Великана. Но с другой стороны, зачем тебе ставить Пустотелое Поганище, если ты наверняка сможешь поставить Пустотелое Поганище, уже на пятый ход, даже с учетом двух нерфов? Непонятно. Псевдозачистка с потенциалом выставить очень такую неплохую тушу на стол и тем самым поставить вашего оппонента в очень плохое положение. Думаю, что это Пустотелое Поганище будет использоваться, скорее всего, на какой-нибудь арене. Раскопать сложно его, потому что он не относится ни к какому виду существ. То есть, прикольно было бы его как-то генерировать рандомно, да, но его, в принципе, так сгенерировать можно будет только на арене, набрав его в колоду. А в Констрактоде использовать это Поганище будет сложновато, потому что зачисток у Локов и так достаточно, Поганище там не нужно, больших существ тоже достаточно. Вы берете, смотрите сейчас на квест Чернокнижника, квест Хэнд Лока, да, и там все нормально. Там этот Гнолл залетает, потом Мясной Великан, потом Анатерон, и все там в порядке с этим. И не нужно никаких там одной из них урона наносить всем существам противника, тем более рассчитывая там с этапа как-то стол под почетную победу. Поэтому я думаю, что Поганище это такой небольшой филер. Возможно, в следующем году, когда будет ротация, он поиграет почаще, но сейчас не рассчитываю его увидеть в Ладре от слова совсем. Что ж, переходим к картам Шамана. И это... Нет, это сначала не слитая легендарка новая, которую... о которой вы уже знаете, но мы ее, естественно, рассмотрим чуть попозже. Сейчас игра в Снежки. Это новое эпическое заклинание на Шамана за три маны наносит одну дницу урона существу и замораживает его. Если оно выживает, эффект повторяется и применяется к другому существу. Это прикольно, потому что, во-первых, это новое заклинание льда на Шамана, которое также, как и в случае со заклинанием на Война эпическим, повторяет эффект кольца льда только уже для класса Шамана. Плюс, здесь стоит понимать, что вы наносите одну дницу урона существу, здесь написано вражескому. Соответственно, вы будете кидать в какое-нибудь вражеское существо снежок, оно замерзает и потом снежок перекидывается на ваше, потому что, ну а почему бы и нет? Поиграйте в Снежки, весь стол замерзнет и вы все на приколе просто. Весь стол замерз и получается, зачем ты это сделал? Ну, конечно же, для контроля, для комбо колод Шамана. Коих, кстати, в ладере достаточно, просто у них винрейт достаточно скудный. Это очень даже ничего. Хорошее заклинание, которое полностью остановит темп агроколод. Если это какая-нибудь в ад на агроколоду, то рассчитывайте на хороший рандом, чтобы заморозить всех, у кого больше одного хп и потом уже под конец захреначить снежком бедного там, не знаю, бедное битое существо, которое будет с одним хп ждать просто, пока ему прилетит. Снежок, внутри которого почему-то оказалась бутылка. Вообще, шаманам любят давать какие-то такие зачистки и заклинания, которые имеют вот этот вот если оно выживет, если оно погибнет, вот этот вот эффект. Игра в снежки прикольная тема, новое заклинание льда, ожидаемое еще больше. Почему? Потому что вот этот вот Михаэла Глетчер, слитый итальянским изданием какого-то там сайта, который наверняка уже осрафовали так, что вся Италия закрылась. Новый легендарный элементальный шаман Симана 6-6 боевой клич призывает элементаря 3-4 с заморозкой за каждое заклинание льда, разыгранное вами в этом матче. Что интересно, этот эффект вообще ржачный, потому что, если что, в стандартном формате прямо сейчас для шамана нет ни одного заклинания льда. Если что, меня в комментариях поправьте, но, по-моему, нет ни одного. Мы смотрели, еще смеялись. В вольном формате пожалуйста, там их прям вот подавись, прям реально, там много заклинаний льда, но в стандартном вроде как еще ни одного. Поэтому есть вот эта вот карта, вокруг которой наверняка будет сетапиться какой-то новый фриз шаман и нет в стандартном формате заклинаний льда. Поэтому ждем, что каждое, прям буквально каждое заклинание шамана, которое нам покажут в ближайшем будущем, будет относиться к школе заклинаний льда. Брать колоду, в которой будет там 10 заклинаний льда и вот этот Михаила Глэчер. Хорошая ли будет эта карта элементаля и прикольно ли будет ее выставлять? Статы неплохие, эффект прикольный, да, вы засрете весь стол, да, это напоминает даже того чувака, который застав спавнит 5-5 девок, но как показывает практика, подобное выставление, которое просто как бы сетапит вам большой стол, не особо часто может увенчаться успехом, зачистки у всех есть, для агрессивных колод выставление такого обычно сигнализирует о том, либо вы уже точно победили, либо вам сейчас несут уже лицо, потому что вы просрали ход для того, чтобы просто выставиться на стол и ничего больше не сделать. Соответственно, вопросики по поводу этой легендарки, по поводу эффекта этой легендарки есть, конечно же. Спасибо, что она 7 маны, потому что на 7 мане игры обычно и заканчиваются, но посмотрим, если будет много таких контроль защитных еще, вот как игра в снежки заклинаний у шамана ледяных, то, в принципе, Михаила, вот это вот глэчер сможет быть часто выставлено и, в принципе, после выставления контрить вообще любой стол, потому что заморозка это одна из самых противных, один из самых противных эффектов в игре, ведь ты по факту ничего сделать не можешь. Лицом ударить не можешь, существом ударить не можешь, остается добиваться заклинаниями, если у тебя колода построена на темпе за счет существ, тебя буквально лочат на столе, закрывают, и ты ничего не можешь делать. В таком случае будет очень круто, наконец-то же, наконец-то фрис шаман заиграет со времен РЛТ, да, когда его пытались как-то сделать, ну, а мы идем дальше. Переходим к следующему заклинанию льда, и это заклинание на мага, это слепить снеговика за три маны редкое заклинание льда, призываясь снеговика 3-3 с заморозкой, вы кладете в руку слепить снегов... снеговичище. Слепить снеговичище это заклинание за шесть маны не коллекционные, вы призываете это самое существо 6-6 с заморозкой, и затем вы кладете в руку слепить снежного огра. Слепить снежного огра это заклинание за девять маны, вы призываете существо 9-9 тоже с заморозкой, ну, и дальше вам уже ничего замешиваться не будет, Потому что там уже, я не знаю, снеговик и смертокрыло Прикольное заклинание на арене, я думаю, это будет невероятно круто играть карта Потому что она по факту генерирует Одна карта, генерирует три карты Это очень круто Ну то есть, на самом деле генерирует не три карты С учетом существ даже шесть Но, сами понимаете 10 на 10 контроль такой вариант Для контроля стола, для контроля вражеского лица Прикольный концепт, классная карта Не думаю, что будет играть прямо сейчас Но концепт супер замечательный, мне очень нравится Переходим к следующему классу Это демон хантер и тюремщица демонов Замечательное дополнение для биг дыха Четыре маны, два шесть, редкое существо, провокация и боевые кличи Если у вас в руке есть демон за пять единиц маны или больше Получает плюс один, плюс два То есть, если вы будете играть на биг дыха И у вас будет самый обычный заход Где у вас в руке по-любому будет где-то лежать Мертвый тяжеленный демон То вы будете за четыре маны ставить провокацию Три восемь Это невероятно круто, потому что прямо сейчас Я как человек, который достаточно много наиграл на биг демон хантере И вижу в нем невероятный потенциал После добавления арены за шесть маны Я считаю, что у него, конечно же Если вы ловите мертвую руку Что на биг колодах случается довольно-таки часто Тюремщица демонов в этом самом мид гейме Очень сильно будет вам помогать против агрессивных колод Особенно если у вас из очисток тоже не будет Ставите ее, блочите невероятно много демеджа И затем сможете как раз-таки выставляться Начать уже раздупляться на столе И побеждать более легко Однако, конечно же, есть и минус Если вам тюремщица не заходит, вы используете арену На арене вылетает две тюремщицы Вот так вот стукаются, как будто они яички На пасху И в итоге вы выставляете вместо тяжелых каких-то демонов Какие-то две, каких-то два коловика Которые уже ударились Два-четыре, два-четыре Что тоже, в принципе, неплохо Поэтому можно сказать, что тюремщица Это такое хорошее добавление Единственное, конечно, нужно будет найти для них Какое-то место в колоде Потому что прямо сейчас колода плюс-минус укомплектована Для биг демон хантера Основные исправления, основные комбинации Различаются именно в тяжелых картах Там кто-то колосса положит Кто-то просто демонов демон хантера себе положит Кто-то не положит каких-то демонов с статами Которые друг друга взаимоисключают И после выставления вы будете просто уничтожать два существа И не делать ничего Что приводит к моментальному лузу Но на мид гейме никто не концентрируется Поэтому я думаю, что вот новая версия демон хантера Особенно после того, как нам покажут Что же там будет нового героя демон хантера Да, у Куртруса Будет интересно посмотреть Если они разовьют тему В последнем дополнении году грифона С Биг ДХ То нас ждет, возможно, как раз-таки доминация Доминация Ну, не то чтобы доминация Но я надеюсь, что Биг ДХ будет явно в верхний тир 2 Это я прям уверен Но если он заберется в тир 1 То это будет достаточно заслуженно И, по крайней мере, не так грязно Как демон хантер в последнее время Любил, скажем так, оказаться в тир 1 Следующая карта Это новая легендарка на демон хантере Это кария скверненная душа Это новая лего 6 маны 6-6 боевой клич Превращается в копию 6-6 демона из вашей колоды Еще одна карта, которая может поддержать Биг ДХ архетипа Но тут, конечно же, можно разогнаться То есть здесь можно любого демона туда положить И рассчитывать на какую-то хорошую синергию Прямо сейчас у меня в голове Так как я на Биг ДХ больше так концентрируюсь Вот этот вот демон 9 маны 7-9 Который при помощи своего эффекта В конце хода призывает другого демона из вашей колоды Крутиться То есть кария это тоже классная тема Но здесь вот, как и с охотниками Прямо сейчас возникает вопрос Будет ли место для нее в Биг ДХ Найдут наверняка, придумают каких-нибудь классных демонов Которые смогут, в которых сможет превратиться кария Вот как я и сказал Превращаясь в демона за 9 маны Этого на шестом ходу Вы сможете невероятно быстро по темпу перепрыгнуть Но с другой стороны Как бы уже добавили вот эту вот арену испытаний Или как-то там она называется Вот эта шестерка редкая в мини-сете была добавлена Которая также с таким же успехом примерно Там, ну, с минимальным, возможно, таким вот минусом Который заключается в том, что ваш этот демон С выходом при помощи арены сможет стукнуться и умереть В этот же самый монет Но это прям будет происходить редко Я вас благословляю на хорошие роллы Кария может таким образом стать просто бесполезной легой Но с другой стороны, как я и сказал Она может подойти не только для Биг ДХ Но и для других архетипов В которых есть какой-нибудь тяжелый демон Например, вы сможете того же самого 8 маны 8-8 Говнюка, скажем так, вызвать при помощи карии В темпе ДХ каком-нибудь И уже на седьмом ходу нанести Сейчас вам скажу 13 демажа Просто вообще без проблем за счет обилки И только ее с учетом превращения в того самого демона Не воняет какой-то дисбалансностью Как это было с первыми дополнениями С первыми новыми картами на ДХ Поэтому я прям максимально одобряю Супер кул, супер найс Просто средненькая легендарочка для Димона Хантера И последняя карта ДХ, которую вы показали Это поле брони Новое заклинание с новым эффектом ауры Ваши существа получают плюс один к атаке И действует три хода Прикольное добавление для какого-то токена Архетипа Димона Хантера Для агрессивного ДХ Я, честно говоря, уже больше не хочу видеть агрессивных ДХ Прям совсем Хочется видеть какой-нибудь биг архетип Какие-нибудь медленные хорошие колоды Поэтому поле брони, я считаю Это, конечно, хорошая картонка для любого агрессивного архетипа ДХ Но подобных архетипов я прямо сейчас в ладере видеть не хочу Не хотелось бы И надеюсь, что эта штука не заиграет Потому что иначе будет немножко геморройно Но, с другой стороны, вы две маны тратите Просто для того, чтобы плюс один к атаке давать существам Которых по факту могут зачистить Вопросики Знаю, что вы очень ждете скабза Но сначала нам нужно будет пройтись по трем волкам А, У и Ф Долго думал? Типа, АУ, понял? Итак, первый волк Это новый зверь Северный лютоволк За 4 маны 4.4 Обычное существо на друида Маскировка Президентно Хрип призывает волка 2.2 с маскировкой Прикольные звери Пытаются развить какую-то тему с звериным архетипом на друида Очень давно они уже пытаются Просто у них как-то, я не знаю У кого-то из геймдизайнеров Просто в сердечке что-то ёкнуло И он уже испокон веков Пытается сделать этого друида на зверях Какую-то темповую деку Надеюсь, ничего не выйдет Но вот эти вот АУФ-волки с маскировками Могут стать очень-очень противными Вы их выставляете Маскировка тут написана не на один ход, а бесконечная То есть вы можете спокойно засетапить этих самых зверей Пробафать, пойти в лицо Вдруг что-то пойдет не так Его разменяют Павнится маленький волк 2.2 с маскировкой То же самое повторяем И т.д. и т.п. и т.п. Идея, конечно, мне не очень нравится Потому что я не разделяю идеи с введения вот этих вот друидов на зверях Но что будет, то будет Карт взаимодействующих со зверями у друида довольно-таки много вывели в вольный формат Поэтому как смотреться сейчас в стандарте будет, не знаю Но знают они, так как они добавили еще пару волков Один из таких, правда, он не является существом Это заклинание, это псарня северных волков Три маны, редкое новое заклинание на друида В конце вашего хода вы призываете волка 2.2 с маскировкой Действует три хода То есть после розыгрыша Допустим, если вы на третьем ходу разыграли На четвертом, пятом и шестом У вас призывется волк такой 2.2 с маскировочкой Ровно такой же, как заспавнится с предсмертного хрипа Вот этого вот волка, которого мы рассмотрели чуть раньше Понятное дело, для чего это сделано Архетип этот на волках будет взаимодействовать с матриархом Ледопардов Я его сразу покажу, потому что эти все карты взаимосвязаны Они были показаны вообще в один момент на сайте Хардстоуна Это новый эпический зверь на друида 7 маны 4.5 провокация стоит на 1 десу маны за каждого зверя Призванного вами в течение матча То есть это такой еще дешевый сверху матриарх Ледопардов Да, это не волк, я понимаю Но как бы ауф, шутка все равно зашла Спасибо, пожалуйста, поставьте лайк Я знаю, что не смешно, неважно Я не с особым энтузиазмом отношусь вообще к вот этим вот картонкам Трем, я считаю то, что друиду немножко подруинили Ожидание игроков, как минимум Опять пытаются запихнуть 2 архетипа в один Типа добавили гафа, да, который вообще поможет вам как-то развиваться по мане Какие-то прикольные контроль вариации может устроить Ввернуть в игру для друида Какие-то там рампы сделать с маной, замутой А потом они добавляют этих волчат, тупорылых Которые просто будут спавниться Там опять токены, опять маскировка Ну неприятно, неприятно Я не разделяю идеи дизайнеров сразу же добавлять Пытаться запихнуть 2 архетипа для класса в одном дополнении По-любому сейчас попытаются на 2 стула сесть В итоге сядут на тот, который не с пиками Ну, не знаю Матриарх, конечно, прикольная тема Синергирует, конечно же, с двумя прошлыми картами Которые я перед этим рассмотрел Ну а так мне не особо нравится Можете, если вы прям перевозбуждены Касательно введения этих карт Поделиться в комментариях, я подниму Ну а я скажу, что просто мэ И последняя карта на друида, которую добавляют Это рудник лезяного зуба Это эпик за 2 маны Выберите эффект Вы берете карту с наименьшей стоимостью Или вы берете карту с наибольшей стоимостью Вот это вот, опять же, я говорю Они пытаются на 2 стула усесса И вот рудник мне нравится Потому что мне вообще любое направление друида Более к контроль-вариациям Таким вот или комбо Куда больше импонирует Нежели вот эти вот очередные попытки вернуть Какого-то зверя друида Или опять агрессивного темпа друида Я думаю, что рудник лезяного зуба В первую очередь, недооцененная карта Отличный добор Для комбо-клод Для комбо-клод друида Станет вообще топ-1 Отличный выбор Типа ты можешь потянуть Либо Искроцвет Либо потянуть какую-нибудь там Анакондру, Парад Планет Или еще что потяжелее Прикольно, отличный выбор Я считаю, что это замечательная карта Я считаю, что она отлично будет Синергировать и с Вот этой вот редким пиратом Который добавляет Добирает карту И разделяет 2 эффекта На 2 разные карты Очень прикольно Считаю, отличный добор Классный эпик 100% будет Возможно Ну, ладно, не 100% Но возможно найдет свое Хорошее применение В комбо-клодах друида А комбо-клод друида Я обожаю Поэтому буду тестить Что ж, и вот мы с вами пришли К Творцу Теней Скабзу Понимаю, что У меня на таймере стоит Что я полчаса уже записываю Этот обзор Самые стойкие Ставим лайк Пишем комментарий, что я выжил Ну, Творец Теней Скабз Это прям чудо Это какое-то чудо Новые ДК Новые карты героя На разбойницу 7 маны Боевой клич Возвращает всех существ В руки их владельцев То есть Использует Тот самый эффект Который работает С исчезновением Той самой карты Которую вернули В вольный формат Отправили, точнее Потому что посчитали Ее слишком жесткой Теперь она появилась В облике Скабза Он вообще полностью Не аннигилирует Вообще любой стол В салат Не важно, что у вас там Оно у вас окажется Либо в руке Либо если у вас в руке Недостаточно места Оно просто отъедет на парашу И вместе с этим После эффекта Призывает Две замаскированные тени 4-2, то есть по факту Еще 8-4 такую шляпу Попробуй не затрейдить Там будет удар Еще удар И тебе прилетит Уже 16 демеджа Невероятно сильная карта А если мы еще посмотрим На силу героя Которая там появляется То сила героя Если что Это ловкость рук За 0 маны Вы нажимаете эту кнопку И ваша следующая карта На этом ходу Будет стоить на 2 единицы Маны меньше То есть за 0 маны Сила героя Вы будете иметь Такую, скажем, подготовку Только она будет действовать На любую карту А не только на заклинание Я считаю то, что Это невероятно сильная карта Очередная очень жесткая Дичь на разбойницу 100% будет играть Если не заиграет Можете просто меня брать Вот так вот за шиворот За шиворот И отправлять на плаху Как было в начале Скайрима Но я вам базарю Творец синие скапс Невероятная карта Обсуждать даже нечего Супер-пупер Мега круто Супер-бумба-юмба Бамба-румба То есть вы Когда будете играть Против этой карты Либо будете ее разыгрывать Вы поймете Почему исчезновение Так быстро убрали Вольный формат Карта слишком сильная Невероятно сильный эффект Как зачистка Одна из самых сильных в игре Теперь она перевоплотилась В стандартном формате Как боевой клич Этого самого скапса Лютая дичь Очень круто Мне нравится Как любителю играть на роги Но мне не нравится Как чуваку Который не любит играть Против разбойницы Понимаете о чем я Противная карта Против нее играть Будет просто невероятно ужасно Руки будут максимально опускаться Особенно на агрессивных колодах Ну а когда вы будете играть На разбойнице Я считаю что это просто Это подарок свыше И опять же Очередной намек на то Что у Близзов Там действительно есть вот челик Который любит вводить зверей на друида А есть челик Который любит Самые имбовые карты Отправлять с разбойницы И на этот раз Ему не получилось скрыть То есть если раньше Добавляли какие-то мусорные карты Они оказались для разбойницы Просто невероятно крутыми То сейчас они просто добавили Реально жесткую дичь Которую наверняка Могут понерфить в будущем Не уделюсь если Творец с ней скапс Будет в дальнейшем Стоить чуть-чуть больше чем 7 Что ж Ну на этом Третья часть обзора карт Нового дополнения Литракская долина Подходит к концу Извините что так долго Понимаю Просто карты показывают Довольно таки часто Довольно таки быстро Стараюсь как можно Более оперативно их обозревать Надеюсь вам нравится Если да То ставьте лайк И подписывайтесь на канал И конечно же Не забывайте Делиться своим мнением По поводу новых карт В комментариях Чем больше комментариев Тем больше ролик поднимается В рекомендации в топ И я вам очень за это благодарен Как вам скапс Как вам новые ледяные картонки Новые ледяные заклинания Прикольные бусты Для Биг ДХ И какие-то непонятные волчары Делитесь в комментах Что ж За микрофоном был Как за плагиат Огромное вам спасибо За просмотр И конечно же Увидимся с вами На следующем стриме И в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok